В эти дни только 70 лет назад проходила Берлинская наступательная операция советских войск. До полной капитуляции Германии оставалось меньше месяца. О том, как встречали победу участники и свидетели самой кровопролитной войны, мы узнали из первых уст. Воспоминания, которые стали историей, вошли в основу нашей новой рубрики «В ожидании победы». Сегодня первый рассказ ветерана Людмилы Михайловны Бобрышевой, которой в 15 лет пришлось на себе испытать жестокость фашистов. Из оккупированного Краснодара девочка попала в концлагерь. Три мучительных года она провела в Бухенвальде в голоде и тяжелых работах. В апреле 45-го, зная, что силы союзников на подходе, к отражнике подняли восстание и ценой тысяч жизней обрели свободу. Людмила Бобрышева рассказала о своих чувствах в первые минуты освобождения. В течение получаса были разоружены немцы, охрана вся. У них забрали оружие, у них отобрали автоматы, пулеметы с вышек, на вышках, которые стояли часовые. И люди, которые согласились замкнуть линию своим телом, дали нам дорогу выбегать, бежать, прятаться, скрываться. Ну, кто как мог спасались, кричали нам спасайтесь, все спасайтесь. А на второй день уже пришли американцы. И нас уже окончательно освободили. Задавали нам вопросы, кто куда хочет ехать. Сказали прямо, что весь мир перед вами открыт. Можете ехать в любую страну мира, кто куда хочет. Но мы, дети, мы в один голос все заявили. Только в СССР, только домой. 9 мая является днем всенародного торжества, праздником Победы. Вот 9 мая, когда мы узнали, это было, конечно, событие неописуемое. Неописуемое, ибо мы ждали и молили Бога, и надеялись, и верили, что война окончится победой Советского Союза. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ